Небольшое игровое поле с 64 клеток по 12 белых и черных шашек и 2 игрока. На первый взгляд шашки простая игра, но на самом деле она требует колоссальной подготовки. Уже после третьего хода существует бесчисленное множество позиций, а потому нужно обладать специальными навыками и стратегиями, чтобы вынудить своего оппонента проиграть. Все это продемонстрируют участники всероссийского турнира «Волжские зори». Для многих из них это начало пути к шашечным вершинам. Эти соревнования, на мой взгляд, очень важны. Они как бы формируют не только шашечную стабильность или мастерство повышения в шашках, а именно социализируются люди, общаются между собой, то есть находят новых друзей. «Волжские зори» – старейший детский шашечный турнир. В этом году он проводится уже в 36-й раз. К тому же и состав участников самый многочисленный. Шашисты представляют сразу 23 региона. Все это позволяет сказать, что «Волжские зори» – один из главнейших турниров России. Надеюсь на то, что эти соревнования будут жить и дальше. И благодаря этим соревнованиям у нас появятся новые спортивные успехи в шашках, которые мы уже имеем благодаря усилиям, которые прилагаются многочисленными организациями, в том числе федерации, администрации города и правительства Самарской области. Последние годы турнир проходит на территории спортивно-здоровительного центра «Олимп». Здесь постоянно появляются и ремонтируются спортивные площадки, модернизируется инфраструктура. Это помогает гостям центра не только участвовать в соревнованиях, но и с комфортом жить и отдыхать на территории центра. Это является, конечно же, самым главным показателем, насколько турнир соответствует своему уровню, своему гостеприимству. Это то, что в этом году рекордное как раз представительство регионов. Регионы возвращаются и сами, видите, представлены и крупные города – Москва, Санкт-Петербург и до Саха-Якутии. За победу будут бороться более 200 участников среди девушек и юношей в возрастных категориях до 9, до 11, до 14 и до 17 лет, а также среди взрослых, где представлено несколько гроссмейстеров. Игры будут проходить по швейцарской системе, когда каждый следующий матч будет проводиться против соперника с равными показателями побед и поражений. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Игры будут проходить по швейцарской системе.